Прежде всего, я, безусловно, хочу поблагодарить организаторов мероприятия за возможность выступить. Несмотря на ковид, этот конгресс всегда привлекал огромное внимание всех специалистов, занимающихся этой проблемой. Мне сегодня предстоит, в общем-то, попытаться за 20 минут дать обзор всем, пожалуй, основным тенденциям, наверное, я успею сделать обзор по основным тенденциям в хирургическом лечении рака молочной железы. Так, переключается. Да, как уже сказали, в общем-то, пока, по крайней мере, хирургический метод один из основных в лечении рака молочной железы. Но вот основная тенденция, действительно, это деэскалация объема оперативного вмешательства, как прежде всего на лимфатическом коллекторе, но и на самой ткани молочной железы тоже. И, в общем-то, в связи с такими, можно сказать, радикальными успехами в лекарственном лечении, особенно агрессивных биологических подтипов, таких как хирпозитивный или тройной негативный рак молочной железы, в общем-то, все больше и больше количество, объем занимает органосохранная операция с последующей лучевой терапией. Лимфоденектомия, ну, по крайней мере, до недавнего времени считалась необходимой этапом в хирургии рака молочной железы, но сегодня все больше и больше мы говорим о чисто диагностическом характере вмешательства на лимфатическом коллекторе. Ну, для удобства все хирургические, так скажем, направления лечения рака молочной железы я разделил на хирургию акселярной области. Не секрет, что, в общем-то, агрессивная хирургия в акселярной области с последующей лучевой терапией может приводить к таким последствиям, как развитие постмастэкономического синдрома, лимфостаза. В общем-то, это пациенты не из далекого прошлого, это прошлый и позапрошлый год. Какие варианты хирургических вмешательств в акселярной области сегодня вообще оправданы? Ну, лимфоденектомия, удаление лимфатических узлов акселярной области 1-й, 2-й, редко когда 3-й уровень. Биопсия сигнального лимфоузла или сторожевого лимфоузла, в общем-то, сегодня это стандарт и в клинических рекомендациях в России в том числе. И я надеюсь, что все клиники, кто занимается хирургическим лечением рака груди, оснащены тем или иным оборудованием для выполнения этой методики. Таргетная биопсия лимфатических узлов – это селективное удаление метастатических лимфоузлов, размеченных перед началом неодевантной химиотерапии. Два слова я об этом дальше скажу. В программе есть отдельные доклады на эту тему, но, тем не менее, я не могу про это не сказать. Ну и таргетная акселярная лимфодиссекция – это, в общем-то, после неодеванта – это комбинация биопсии сигнального лимфоузла с прицельной биопсией размеченного метастатически пораженного лимфоузла. Для идентификации сигнального лимфоузла существуют различные методики. Наиболее распространенный – это радиозатопный метод. У нас в клинике используется еще, помимо этого, используется метод флюоресцентный, ICG-технология. Практически все эти методы позволяют идентифицировать узел в более чем 95% случаев. Частота региональных рецидивов после биопсии лимфоузла не превышает 1%. Частота ложно-отрицательных результатов также очень невысока. Да, безусловно, это не влияет на общую выживаемость при условии очень качественного морфологического исследования. Ну, в общем-то, если необходимость в выполнении биопсии сигнального лимфоузла все уже понимают, но есть некие разногласия, что же нам делать, если мы обнаружили изменения в этом лимфоузле. Какие варианты? Это может быть микрометастаз, а может быть поражение одного или двух лимфоузлов. А надо сказать, что в нашей клинике считается стандартом при биопсии сигнального лимфоузла брать как минимум три лимфатических узла. Надо понимать, что биопсия сигнального лимфоузла – это не один лимфатический узел, это как минимум три лимфоузла. Какие, в общем-то, возможны варианты развития событий? Ну, вот здесь, так скажем, НССН данные, и, в общем-то, в клинических рекомендациях российских примерно то же самое. При обнаружении микрометастаза мы не выполняем лимфодиссекцию. Это только некая информация, которую мы получили о наличии микрометастаза. Акселярную лимфодиссекцию не делаем. Что же делать, если мы обнаружили один или два метастатически измененных лимфоузлов? То тут надо анализировать еще несколько факторов. Во-первых, размер опухоли Т1-Т2, так скажем, выполнена консервативная органосохранная операция или мастектомия, планируется ли лучевая терапия, соответственно, и не было ли неодевантной химиотерапии. Вот если не было неодевантной, была выполнена сохранная один-два лимфоузла, то можно не выполнять акселярную лимфодиссекцию. Тем не менее, лимфоденоктомия полноценная должна выполняться при местно распространенных формах рака молочной железы и при морфологически верифицированных поражениях лимфоузлов 2-3 уровня на этапе проведения неодевантной терапии. Два слова я скажу про перспективное исследование, которое ведется в Институте Петрова, и наш институт с большим энтузиазмом к этому присоединился. Это исследование Оксана. И речь идет о пациентах изначально категории N1, N+, так скажем, оптимизации стратегии системного лечения привела к увеличению частоты полных патоморфологических регрессов, и в категории пациентов с N1 до 50% больных переходят в стадию N0, и, в общем-то, возникает возможность для деэскалации агрессивности вмешательства в акселярном коллекторе. Ну, так скажем, вот впервые о таргетной акселярной диссекции мы услышали, вот в 2016 году была публикация, которая заключалась в введении маркера клипса или радиоактивного трейсера в метастатически измененный лимфузел перед началом химиотерапии. И, в общем-то, безусловно, вот выполнение такой таргетной акселярной диссекции снижает травматичность хирургического воздействия у пациентов после надевательной химиотерапии. Это очень перспективное исследование, мы активно в нем участвуем, набираем пациентов. Я видел в программе отдельный доклад на эту тему, не буду так подробно на этом останавливаться. Что же по поводу хирургии непосредственно самой молочной железы? Ну, в общем-то, тенденции такие же. В общем-то, надевантная химиотерапия позволяет уменьшить объем опухоли, сократив объем удаляемых тканей, и что позволит нам улучшить эстетический результат. Меньший объем удаляемых тканей при отсутствии положительных кровев резекции не влияет на частоту рецидива при проведении лучевой терапии. Вот из последних, вот неопубликованных еще данных Сангалена 2021 года, эксперты обсуждали очень вопрос необходимости выполнения МРТ-исследования молочных желез перед началом химиотерапии для пациента, к которым возможно проведение органосохранного лечения. И, в общем-то, в связи с тем, что сейчас довольно большое количество пациентов, которые раньше считались первично операбельными, это и речь идет о пациентах именно с агрессивными биологическими подтипами, все больше и больше показаний у них для проведения неоадюванта, и, в общем-то, необходимо обязательно ставить метку в опухоль, потому что увеличение частоты полных патоморфитических ответов обуславливает... Мы потом просто не можем найти эту опухоль, а если пациентке планируется сохранная операция, нам нужно ориентироваться на область, где была опухоль до начала лечения. Итак, органосохранное лечение. Кому, кто, так скажем, кандидат для выполнения сохранной операции сегодня? Ну, это прежде всего и рак инситу. То при ограниченном поражении, и тут нам очень помогает МРТ, чтобы определить ограниченность поражения. Напомню, что края резекции для рака инситу несколько шире, как ни странно, чем при инвазивном раке. Инвазивный рак молочной железы первой и второй стадии, либо пациенты с категорией Т3 после неоадювантной терапии. Мультифокальный рост не является противопоказанием к выполнению сохранной операции. Огромное количество работ на эту тему. Безусловно, мы учитываем соотношение объема молочной железы к объему иссякаемых тканей. Наличие мутаций в генах Берси-1 и Берси-2 является противопоказанием, на наш взгляд, для выполнения сохранных операций. Это спорный вопрос. Есть ряд публикаций, показывающих хорошие непосредственные результаты в сроках наблюдения до 5 лет при выполнении сохранных операций у пациентов в носительной мутации. Но более долгий анализ показывает, что все-таки частота рецидивов после 7 лет прямо резко возрастает. Поэтому мы придерживаемся такого взгляда, что мы выполняем все-таки мастектомию у этих пациентов. И, обратите внимание, наличие метки, либо визуализируемой остаточной опухоли после химиотерапии. Если пациентки провели химиотерапию и не поставили метку, и мы не видим, где была эта опухоль, ну, в общем-то, по всем рекомендациям, это противопоказание к выполнению сохранной операции. Один из последних больших обзоров порядка 6 тысяч пациентов, доказывающих, так скажем, правомерность и возможность выполнения сохранных операций у пациенток после неодевантной химиотерапии, у которых изначально опухоль была более 5 сантиметров. Ну и, в общем-то, в 1998 году Вернер Аутрехт ввел такое понятие, как онкопластическая хирургия. Это немножко нелепо звучит в таком дословном переводе с английского на русский. Но о чем идет речь? О том, что расширяя края резекции, мы снижаем риск рецидива, с другой стороны, тем самым мы ухудшаем эстетические результаты операции. Тут на помощь приходят методики вот этой онкопластической хирургии. О чем идет речь? О совмещении, так скажем, онкологических канонов с приемами пластической хирургии для ремоделирования тканей молочной железы. Все эти операции делятся на две большие группы на Volume Replacement. Это у пациентов с изначально не очень большим объемом ткани молочной железы, где удаляемые ткани замещаются перемещением какого-то регионального лоскута. И Volume Displacement, где пациенты, как правило, с довольно большим объемом ткани молочной железы, где дефект замещается смещением ткани собственной молочной железы. Несколько таких клинических примеров. Пациентка с заболеванием левой молочной железы, центральной локализацией опухоли. После выполнения сохранной операции этот дефект и реконструкция соска и ореллы выполнена за счет перемещения торакодорзального лоскута. Другая пациентка с локализацией опухоли слева на границе верхних квадрантов выполнена также сохранная операция с биопсией сигнального лимфоузла. И дефект ткани замещен таким более щадящим методом. Это перфорантный лоскут из бассейна торакодорзальной артерии, TDP-флэп. И мы видим результат через год после операции. Вторая группа, про которую я говорил, это Volume Displacement. Это пациенты с довольно большим объемом ткани молочной железы, где в зависимости от локализации опухоли в том или ином квадранте используются методы практически редукционной маммопластики. И если вот в первой группе, где мы замещаем дефект региональным лоскутом, мы, как правило, не требуется выполнять корригирующую операцию с другой стороны, то в этой группе пациентов обязательно выполнение симметризирующей операции на контрлатеральной молочной железе, потому что тут выполняется практически редукционная маммопластика. Мы видим здесь у пациентки опухоль расположена на границе нижних квадрантов, большой объем молочной железы, патозированная железа. По типу редукционной маммопластики выполняется сохранная операция слева и симметризирующая операция справа. Ну, наиболее известна методика Гризотти, когда при центральной локализации опухоля, когда дефект, образующийся после удаления опухоля, замещается тканью из нижних квадрантов молочной железы. Опять-таки, это оптимально пациентам изначально с достаточным большим объемом ткани молочной железы. В общем-то, и проводить лучевую терапию после сохранной операции пациентам с таким объемом, с такой формой молочной железы гораздо удобнее, чем облучать вот такую большую патозированную железу, проще рассчитывать поля и зоны облучения. Что же мы делаем, когда невозможно выполнение сохранной операции? Мастектомия. Ну вот, если посмотреть статистику, то на долю одномоментных реконструкций до 2000 года в Америке, да и в Европе приходилось всего порядка 30% операций. То сегодня на долю одномоментных реконструкций это практически 70%. Почти всем пациентам мы выполняем тот или иной вариант одномоментной реконструкции. Почему? Потому что, в общем-то, мастектомии, которую мы делаем сегодня, в подавляющем большинстве это либо подкожная, либо с частичным сохранением кожи мастектомии. То есть уже только пациенты с отечно-физиративной формой и так далее подвергаются выполнению стандартной мастектомии. И то довольно большому количеству этих пациентов мы ставим сразу экспандер для будущей реконструкции. Так вот, сегодня в арсенале реконструктивных хирургов, онкологов огромное количество синтетических материалов, различные экспандеры, импланты с разной текстурой, с разным гелем внутри. Это, с одной стороны, параллельно развивается реконструкция собственными тканями. Если раньше мы говорили только о каких-то перемещенных лоскутах, ректаблиминальных, торикодорзальных, то с активным внедрением микрохирургических методик огромное количество свободных лоскутов, кожно-жировых, без мышцы из разных анатомических областей тела возможно использовать для восстановления ткани удалённой молочной железы. Ну и различные комбинации этих методов. Какие преимущества одномоментной реконструкции? Я уже говорил, что это возможность сохранения кожи довольно в большом процентном количестве мастэктомий, возможность сохранить инфрамомарную образду, латеральную, медиальную границу кожного кармана. Ну и очень важный психологический аспект. У пациентки отсутствует период жизни, когда она живёт без молочной железы. А надо сказать, что довольно много сейчас пациенток молодого возраста, для которых качество жизни очень важно. Несколько клинических примеров. заболевания справа, центральная локализация выполнена, мастэктомия с сохранением кожи, с удалением соска и ореолы, и одномоментная реконструкция имплантом с торакодорзальным лоскутом. Сегодня современные методы обследования позволяют нам на, так скажем, этапе первичной консультации пациента уже спланировать весь комплекс лечебных мероприятий, которые планируются. И вот во всех случаях, когда мы точно знаем, что планируется лучевая терапия, мы всё-таки предпочитаем идти через двухэтапную реконструкцию, то есть у пациентки справа рак молочной железы. Ей выполнена подкожная мастэктомия с установкой экспандера. У неё изначально были верифицированы лимфоузлы в акселярной области. Это уже, в общем-то, показания к лучевой. После анодевантной химиотерапии выполнена мастэктомия с реконструкцией экспандером. После завершения лучевой терапии выполнена замена экспандера на имплант и небольшая корригирующая операция с другой стороны. Два слова про реконструкцию собственными тканями. Часто обсуждается. Это более технически сложно. Это более травматично для пациентки. Срок реабилитации пациентки после операции несколько дольше, чем при реконструкции имплантом. Но, тем не менее, реконструкция с собственными тканями даёт стабильный, стойкий эстетический результат. Надо понимать, что при любой реконструкции имплантом это инородный материал, рано или поздно потребуется какая-то коррекция. Собственные ткани это короснабжаемые, сходные по текстуре ткани, которые претерпевают те же возрастные инвалидивные изменения и вполнеют и худеют с пациенткой. Чаще всего это лоскут из передней брюшной стенки. Как правило, у пациентов старше 45-50 лет есть избыток тканей в этой области. Это так называемая реконструкция дип-лоскутом. Это перфорантный лоскут. Только кожно-жировой фрагмент с живота восстанавливает объём удалённых тканей груди. Более, так скажем, древняя техническая методика это перемещённый трем лоскут. Он не потерял своей актуальности и в Европе, и в России, и в Штатах. До сих пор выполняются эти операции. Перемещаются те же ткани передней брюшной стенки, но на одной из двух прямых мышц живота. Ну и два слова. У меня осталось совсем мало времени. По поводу профилактических мастректомий нельзя про это не сказать. Я считаю, потому что пусть это в процентном соотношении порядка 8, максимум 10% от общего количества раков в груди, но это молодые пациентки, это, так скажем, агрессивные биологические подтипы, требующие, в общем-то, такой персонализированного лечения. Кому, когда и как выполнять профилактическую мастектомию? Значит, ну, надо помнить, что это полигенное заболевание, это не только Берсей-1 и Берсей-2. Каждый год практически находят новые клинически значимые мутации, которые, так скажем, заставляют нас подумать о том, как поступить нам с этой пациенткой. Надо понимать, что профилактическая мастектомия, хирургия, это не единственный метод профилактики. То есть у пациентов старше 60 лет, в общем-то, назначение томоксифена приводит к 60-процентному снижению риска развития. Поэтому надо очень чётко понимать, кого оперировать, кого нет. Здесь, так скажем, российские клинические рекомендации по поводу того, кого нужно тестировать генетически при изначально комплексном обследовании. Это пациентки моложе 45 лет, страдающих раком молочной железы. Это показания к генетическому тестированию, которые рекомендует НССН. Ну вот тут я основное скажу, что не нужно проводить генетическое тестирование пациентам старше 65 лет при отсутствии кровных родственников, больных раком молочной железы, яичников и так далее. В Сан-Галине ещё не опубликованы данные, но вот есть информация, что очень активно обсуждалось экспертами необходимость тестирования более широкой генетической панели. Помимо Берси-1, Берси-2, вы видите целый список, так скажем, генных патологий, которые нужно смотреть. Это и ЧИК-2, и ТП-53, и так далее. Для генов высокой пенетрантности, Берси-1, Берси-2 и ПАЛП-2, обсуждение профилактической мастэктомии. Для генов средней пенетрантности, ну, динамическое наблюдение, более частая маммография и МРТ. Обязательным моментом является морфологическое исследование удалённой профилактической молочной железы, удалённой здоровой молочной железы. Всем пациентам сейчас перед профилактической мастэктомией мы выполняем МРТ-исследование. Почему? Потому что, ну, вот на сегодняшний день в онкоцентре порядка, наверное, 300, уже более 300 профилактических мастэктомий. И, в общем-то, при тщательном морфологическом исследовании довольно часто мы видим ту или иную патологию, но вот преинвазивный и инвазивный рак около 5% встречается при вот гистологическом исследовании удалённой, здоровой, в кавычках, молочной железы. То есть исследование должно быть очень тщательным. Ну, вот несколько клинических примеров. Пациентка молодая, 29 лет, тройной негативный, рак молочной железы, наноситель мутарции, выполнена после надювантной химиотерапии, выполнена радикальная подкожная мастэктомия и плюс профилактическая мастэктомия с одномоментной реконструкцией. Мы видим, что, в общем-то, эстетический результат у неё, ну, сопоставим с тем, как будто она просто сделала редукционную мамопластику, подтяжку молочных желез. Ещё один клинический пример. Тоже пациентка, чуть старше, 43 года, БРС-социированный рак молочной железы, двусторонняя мастэктомия, с этого момента реконструкции имплантами. Ну, и в заключение, основные моменты я ещё раз хочу подчеркнуть, что основной вектор развития хирургии груди это деэскалация объёма хирургического вмешательства, в первую очередь, на лимфатическом коллекторе, да и на молочной железе, за счёт хороших результатов системного лечения. При планировании, выполнении сохранных операций перед химиотерапией, обязательно ставить метки. Сейчас метки надо ставить везде, и в узел, и в лимфоузлы. Всё, что мы, так скажем, видим и морфологически инфицировали, что это проявление болезни, надо метить, потому что после проведения нодеванта картина может принципиально измениться. Рекомендации сангально выполнять МРТ молочных желёз при планировании сохранных операций. Реконструкция молочной железы является важным этапом комплексного лечения, и эстетические результаты, сейчас очень важные требования к этим эстетическим результатам, здорово выросли. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok